Мама говорит, а я болезненная была, тем более в Россию приехала или с эвакуации, чуть не умерла вообще. А где вы в Аквасе были? А мы всю войну в Германии были. В смысле вас загнали туда? Нас сразу загнали. Ну пойдемте я расскажу. Два часа быстренько приквачу, чтобы на пол диване осталось. Музыка. 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 везде русских не любят поляки не любили русским ну конечно у нас он поляк был у хозяйки один так я говорю сколько раз он убегал и столько раз его ловили и столько раз его били я не знаю потом куда он делся или его забрали вообще от хозяйки вот он постоянно убегал от хозяйки ну мы-то жили а куда бежать-то ну куда ты побежишь и французы работали работать заставляло много очень заставляло много работать я говорю уж если меня заставляла пасти коров и на лошади работала о чем не место было и вот так мы с распределительного пункта жили в штабе мама работала там по переписи населения вот которая наверное район был отцеплен один освобожден для беженцев вот для нас вот и там всех штабе переписывали медкомиссию проходили полностью вот и формировали эшелоны и отправляли на родину у нас офицер квартире жил который ездил но он собственно не жил он постоянно был поездках сопровождал эшелоны эти вот и рассказывал что говорит не торопитесь домой поживите здесь у вас квартира есть у вас дочка работает брат пошел адъютантом к офицеру какому-то вот это еще на территории все на территории германии вот ну вот очень страшно было ехать через западную украину очень много эшелонов шло подошло после войны после войны очень много погибало начальник поезда проходил по составу и говорил переодетый гражданскую одежду начальника поезда вы не видели вы не знаете окна не открывать нервы нервы навешивать вот брат такой возраст как не посмотреть не чё там за окнами а там валяются эшелоны тряпки вот вагоны разбитые но вот чтобы не выходить 4 автоматчика каждом вагоне было останавливали семафор закрывали останавливали составы и бандеры расправлялись со всем народом который ехал домой вот это было и вот сейчас про бандеров говорят и бандера такой хорошие но я не знаю как украинцы они же тоже были насколько девушек было с нами мама сколько с ними было после войны и вот верочка такая кузьмина она сейчас ее нет но она все время с нами переписывалась даже приезжала сюда девочки все которые были все на украине жили вера в сумской области там еще катя в сумской области жила так естественно подружились не всю жизнь а когда мы сюда приехали здесь вообще ничего не было я сегодня до зари встану по-широкому пройдусь болю что-то с памятью моей стало все что было не со мной помню